Russian Classic Physique Sensation Всё, пацан, давайте, я пошёл Может быть, углеводы даже ухудшат эту ситуацию Не делай этих ошибок Вот это был настоящий подход Никто не умеет позировать Опять остановился вверху Хочу таким быть Без этого никуда не попадёшь И ничего не добьёшь Это вот ошибка, которую часто делаются Я думаю, ты впечатлишь многих Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, приветствую вас на своём канале Вы, наверное, задаётесь вопросом Что мы делаем в Сочи Сейчас ещё приехали в Краснодар Приехали мы сюда только с одной целью Это потренироваться с Данисом Вульфом На днях я увидел анонс В его социальной сети О том, что он приезжает в Краснодар С семинаром И я подумал, что это отличный шанс Взять у него пару уроков и наставлений Точнее персональную тренировку В рамках которой мы То есть он там подскажет мне Какие-то Передаст свой опыт Наставления И вообще Скажет, какие перспективы Что он думает По форме Потому что Ну, вы все прекрасно знаете Кто такой Данис Вульф Это Один из самых лучших Бодибилдеров планеты Топ-3 Олимпий Чемпион Арнольд Классик В США, Европа и так далее То есть Человек очень медийный Сейчас является топовым Зарубежным тренером Который готовит Олимпийцев Как в тяжах Так и в классик физик Поэтому Знать его мнение Это будет очень ценным опытом Для меня Я думаю, что будет Контент Топовый Вот Обязательно Досмотрите ролик до конца Возможно Мы его разделим На несколько частей Потому что Хочется осветить все У нас сегодня будет Около трех часов работы Вот И не хочется Все эти ценные моменты И Ценную информацию Вырезать Поэтому возможно Мы ролик разделим На несколько частей Вот И максимально Осветим все Вот Ну и Сегодня мы Потренируем ноги И после Попозируем Возможно Для себя Какие-то новые моменты Выясню В чем я Не сомневаюсь Потому что Я за Денисом Слежу Еще Сначала Занятие Бодибилдингом Еще примерно С 14-15 года Я смотрел его выступления На Олимпии В общем Я слежу За ним От а до я И Я думаю Что такой шанс Когда человек И спортсмен Такого уровня Приезжает в Россию Я думаю Что Нужно просто Брать максимум С этого Вот Поэтому Я и приехал сюда Проделал такой путь Для того Чтобы Пообщаться Меняться опытом Вот И Спасибо большое Денису За то Что он проявил интерес От души Благодарю Руководство 50 Gym Это Тренажерный зал В городе Краснодар Один из лучших Вот И спасибо отдельно Владу Николаеву Что Все очень Отлично Организовал Весь процесс Вот И сейчас Как раз Мы направляемся В зал На тренировку Привет Привет Вечно познакомиться С вами Взаимно Слежу Сейчас Сначала Занятия Болитбилдингом Поэтому Большая честь Сегодня Потренировать С вами Услушать Какие-то Наставления Потому что В ноябре Я сам Уступаю На Олимпию Поэтому Это Большое Такое Такой большой Да То есть Год назад Получил Про-карту Из дебюта Профессональный Турнир Выгра Это Ред Редко Поэтому Очень надеюсь С вами На плодотворную Работу Сегодня Сделаем Работаем Субтитры Пиариться Допустимый Больше за счет Кондиции Я вижу Что Моги Прогресс И они Стоят На месте Я Поставить Только Извинюра Кошли 25 лет Да Вот это Да Большой Потенциал Я Сразу Увидел Ну Как сказать Надо Оставаться Как В теме И Как Голодным Быть И Не Упускать Цель Сейчас Я еще Все Тренировочный Комплекс Закинуть Не проблема Слушай Ничего Я с тобой Сфоткаюсь Да конечно Без проблем Начинаем С бедра Начнем Да Хорошо Разогреваешься Или Разогреваешься Ну Сейчас В процессе Я думаю Составное Было Достаточно Все Как вы Скажете Не Ну Я имею в виду На дорожке Чуть Разогреваешься Или Сразу Ну Ну Когда Как Праздновать Бывает Настроение Сейчас К счастью Ничего Не беспокоит Травм Нет Колени Не болят Хорошо Спасибо Заходит Хорошо Попробуй Валик Чуть Чуть Катается Да Ниже Не идет Я же Пробовал Просто Валик Сам По голени Катается Да Попробуй Пару Штук Сделай Ну До конца Сделай Во Прям Вот До сюда Дожимай Вот так Да Ага Ну Разогрейся Самое Главное Почувствую Чтоб Заходил Как бы чувствовал Нет Нормально Прямо До пикового Сокращения Хорошо Да Тогда Начнем Еще один Чуть Разогрейся А потом Будет По 15 Делать Но Старайся Его До конца Вот Прям Да До Жоп Утягивать Потому что Если Вот это Делаешь Он Напрягается Но Вот так Он Как Дожимается Да Вот Это Важно Многие Не Не Дожимают Да Вот В этом Фишка Чтобы Прям Больно Было Ну Я думаю Как Разогреться Поймешь Да И как Тренируешься Тоже Не Год Да Но Мы Сделаем Что-то Такое Чтобы Зашло И Как сказать Ты понял Что Есть Другие Варианты Да Вот Тебе Просто Разнообразие Нужно Чтобы Прогрессировать Постоянное Разнообразие Но Надо Убивать Мышцы Накидываем Еще Или так И оставляем Разогреть Еще Чтобы Хорошо Себе Чувствовал А потом Начнем Нормально Нормально Сколько рабочих подходит Четыре 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 Первым Будет Такое А потом Четыре Правильно Вы Как Относитесь Кардио Например В день Силовой Или Отдельно То есть Практикуете Сами Подопечными У меня Есть Подопечные Вообще Кардио Не делают И В форму Приходят Ну Заходят Быстро Вот Последний Денис Немец Тоже Дебютирует В Италии В сентябре Без кардио Оптимально Это Зависит От Генетики И Какой Обмен Идет Да Вот Если Форма Приходит Быстро Зачем Кардио Это Просто Как сказать Уничтожает Вот это Все Как сказать Прогресс Да А если Тяжело С диетой То Кардио Надо Важное А вот Так Например То есть После силовой Например Вы не даете Лучше Нет Лучше Натощак Утром Или Уже Поздно Там Не знаю Вот За три часа До сна Например Перед последним Большой промежуток Был Либо Перелить Либо После силовой Чтобы Восстановиться То есть Например Если была Тяжелая Тренировка Ног Вы Своих Подопечных На кардио Не отправляетесь Нет Даже В этот День Ну Смотря Тоже На Как сказать На людей Да На подопечных Или В этот же День Нельзя Или День После Потому Что Так Устали Ноги Чтобы Это Лучше Не делать Или Просто Проходить Погулять Да Просто Надо Наблюдать За Подопечными Как Никуда Все Идет Но Лучше Не 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 Делать Кардио Вообще Если Тренируешь Ноги Даже Если Только Бицепс Бедра И Ягодицы Если Делать Кардио Спустя Два Дня После Например Но Если Например Привык Кардио Делаешь Каждое Утро То Только Убирать В день Ног Чтобы Уже Не Там Не Как сказать Не Заполнить Кровью Думаю Они Отходят Не Знаю Полдня А потом Опять Их Забиваешь И Они Уходят Да Вот Вот Объем Он Уходит Макинь Тебе Хороший Так Чтобы 15 Хорошо Сделать Нормальный 15 Без Ничего Следующий Будем Делать Что-то Другое До Конца Хорошо Два Три Отлично Шесть Семь Хорошо Восемь Девять Пять Раз Говори Два Три Два Осталось Давай И Один Отлично Вот Сейчас Выполнение У тебя Здорово Что всегда По-разному Бывает Разнообразие Должно быть Потому что Если ты Две Три Недели Подряд Одну И Тоже Сделаешь Уже Как будто Тренировку Не Чувствуешь Все Все Так Ж Идет Но Чувство Уходит А вот Как У культуристов Это Самое Плохое Чувство Если Его Нет Понимая Что Что-то Не То Все Нормально Но Привыкает Мышцы Быстро Следующий Без Задержки Просто 15 Тоже Такие Варианты Дают Много С задержкой Или по 2 секунды 3 секунды Держать Или Как сказать Медленно Опускать Под контролем И обратно Первый Был супер Сейчас Быстро А следующий Будем С задержкой Чуть-чуть Делать Я помогу Без Перерыва Раз До конца Два Хорошо Три Четыре Пять Шесть Семь Тома Восемь Дальше Девять Десять Пять штук Раз Два Тома Три Дальше Четыре И Отлично Четко в цель Мне видно Уже Качество У тебя Неплохое В твоем возрасте Две недели Сегодня 25 лет Представь себе Такое качество Это Нереально Хорошо Ну у меня Видите С этим проблем Никогда не было У меня Кондиция Вот так Приходит Мне вот Надо Что быть Конкуренто Способным На перспективу Мне надо Объем Да Я просто На крайних Стадиях Уже Настолько Меня сильно Ужимаю Что я Плосковато Странаюсь И первым Делом Уходит Одно Всегда Что еще Где-то Недостаток Есть Например Голень Там Еще Что Это Первым Делом Уходит Когда Приходишь В форме Значит Надо Больше Этим Заниматься Чтобы Там Из Как По-русски Извиняюсь То Что Отстает Больше Не отставало Тогда Уже Будет Как Все Плавно И Не Придется Бояться Что Скинешь Что-то И все Всегда Как раз Беру Беру Тем Что У меня И то жесть Качество И глубина Хорошая То есть Я даже Всегда В задних Позах Прожимаю Широчайше У меня Такая Ёлка Что Генетически Она Не у всех Бывает Эстетично Выглядит А она У меня Как бы Так Еще Отдаленно Спиной Она Почти По всю Спину Идет Да Вот И на это Судьи Сразу Обращают Внимание Вот этим Я беру Вот Если Относить До сцены И вот Эта Наполненность Которая Нужна В Пролиге Все Будет Все С временем Надеюсь 5 Задержка Я тебе Помогу 2 секунды 5 штук Потом 5 Быстро И опять 5 Задержка Хорошо Я с тобой Как бы Сказал Роня Колна Лайк Задержка 2 секунды Давайте Подниму И тебя Во Хорошо Держи 2 Дольше Держи 3 Дольше Дольше 4 Еще 1 Держи И 5 Нормальный 1 2 3 4 5 Есть задержка 2 секунды Держи 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 2 Дальше 3 Что 2 Что Думай Держи И 1 Держи Хорошо Красава Организируйся Все Все Пацан Давайте Я пошел Еще Подход Такой же Еще Один Но По-другому 5 Задержка И 10 Быстро Но Держи Пока Я не отлучу Просто Дави 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 Даже Если Сложного Я Подталкиваю Это Тебе Помогает Больше Их Сжимать Все равно Если Только Вес Чувствуешь Да Это Тяжело А вот Чуть С помощью Получается Вот Это Вот Как Делаешь Масмаску И вот Это Еще Знаешь Продавливаешь До Конца Это Дает Такой Прогресс Поэтому Одному Тренироваться В кайф Но Если Есть Напарник Или Тренер Который Чуть Так Может Помогать И Подавливать Это У меня К сожалению В городе Такого нет Такого Шикарного Удовольствия У меня есть свой тренер Дистанционно С которым я уже 3 года ведусь Вот Он прям Мне привел Ко всем этим результатам То есть С первого раза Мы все Выигрываем Вот Но Я стараюсь Как-то знаете Кругозорство Расширять Мне вот Ну то есть С Александром Было Федором Интересно Пообщаться Ну как бы Вот такая возможность Шикарная Предоставила Чтобы с вами Потренироваться Я там Не знаю С вами Как бы Вообще Планировал Как-то в Штатах Потренироваться А тут Вы сами Приехали Не в Вегасе А так бы Все организовали Не проблема У меня в основном На Олимпию приезжает Две-три недели Забито все И как раз Не жарко Как бы сейчас Да На улице В кайф Просто тренироваться И Ну до или после Олимпии Я вам Следующий год запишусь Обязательно Следующий год По-любому Будет в Вегасе Вегасе Да Мы надеемся Я на самом деле В прошлом году Смотрю Ну как бы Перед Олимпию Сижу С с ребятами Там Который Арнольд Классик Выиграл Видел Смотрел Ну нравится Его форма Смотрю Он как бы Приехал Вегас И думаю Вот Год назад Ставился Я приеду И будет точно так же И вот этот год Жалко Что не в Вегасе Все в голове Начинается Так Пять штук С задержкой И 10 Без перерыва Но подольше Хорошо Ну окей Раз Подольше Чей Два Хорошо Держи Держи Дави Дави Три Два Штуки Дави 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 И один Держи Держи И 10 Штук Раз Давай Быстро Два Хорошо Три До конца Четыре Пят Отлично Шесть Семь Восемь Дальше Двер И один Оп Отлично Правильная тренировка у нас сегодня Отлично Попробовать как оно Сверху Чтобы До конца Получалось Вот так Надо сидеть Потому что Если сядешь Вот так Мы же здесь Врубается Вот так Надо сидеть Чуть-чуть Впереди Себя Чтобы Назад Чувствовал Типа Как там Здесь Только сидя Видишь Как заходит А если Ровно сидишь Это вот так И все Меньше Чувствуешь А вот так Просто Его Загинаешь До конца Ок Настрой себе Чтобы было Удобно Я уже Не так В теме Тебе надо Лучше это Чувствовать Чем мне Также Здесь Подвинем Вперед Обычную Да До конца Вот так У меня уже Настолько Забилось Ну да Лучше Не станет Без задержки Просто Продвину Следую Сделаем Первый Чтобы Нормально Или подвинуть Все Сиденье Можно Чуть-чуть Подвинуть Первый Я Хоть Даже Меняю Да Вот Упражнение Первый Всегда Такой Чтобы Мозги Запомнили Настроился А вот Следующий Уже Рабочий Первый Он Такой Неудобный Не так Чувствуюсь Чувствую 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 9, 10, опять побыстрее, мне надо до конца, раз, давай, два, дальше, три, четыре, и отлично, потому что все забивается и под конец уже не можешь, а вот с помощью уже все равно мышцы до конца работает, до конца дело-дело, но это одному это все сложновато, с помощью это конечно большой плюс, но не всегда найдешь человека, который понимает и как плавно это все, туда дернут, то не в тот момент потянут, да, это были все сбиваются, часть нагрузки уходят сразу, ну да. Раз, держи, два, чуть дольше, три, четыре, отлично, пять, и без задержки, раз, два, три, давай, давай, четыре, пять, задержка, держи, 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 раз, держи, два, два, три, два еще, давай, давай, и последний, держи, 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 отлично, это дело, этого мне не хватало, и смотри, будь осторожен, не, так, встречи не делай, если тренируешь ноги, между подходами нельзя, уже такой натяг, да, и напряжение, а если еще растянешь, лопнет и все, то у Виктора Мартинеса было также, он только начал, и он растягивался между подходами, оторвал пателлу, да, лучше до, чуть-чуть, и после, чуть-чуть, но только слегка, когда растяжка, это, ну, она ничего не даст полезного, да, мы что от этого не перестанут расти, и не станут расти, поэтому, как вы считаете, вот этот, плюс два килограмма в классе физик, хорошие лечения? Для некоторых, да, для некоторых, нет, потому что это уже превращается в бодибильнингу такому, вот, 80-90-х годов, да, вот уже, то есть это уже перерастает классику? Я, я думаю, это будет видно, она начнется, первый год, может, не так, а потом этого начнется, это, как, плохо для открытого бодибильнина, думая, думая, но это надо понаблюдать, я говорю, вот, например, вот худая, да, вот для него два килограмма, это бы было супер, да, а для других иногда они просто выглядят уже как бодибильдер, да, вот, вот, ну, два килограмма, это, ну, у некоторых, как сказать, некоторые вот, точь-точь, все будет заметно, да, есть же тоже такие спортсмены, которые в бодибильнинге не смогли, они просто сбросили вес, и выступают в классике, но они выглядят как бодибильдеры. Вот покойный темнокожий атлет, не помню, как называется, с большой спиной, в прошлом году, по-моему, над сердцем, вот он как раз ужался в классике физик, да, 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 и сердце, с чем-то у него, ну, не знаю, может быть, и были предпосылки, и хронические заболевания какие-то, ну, вот факт в том, что вот, как бы, он уже бодибилдер, но прям в классику залез, да, да, некоторым идет, некоторых видно сразу, что нет, ну, не влазишь, классик видно, что там, ну, спина такая, ну, шевелится по-другому, тяжелые такие, ну, как классик должно, вот, как оно сейчас, у тебя видно, что ты, ну, как, ты, наверное, можешь попасть в открытый через 10, если эти захочешь, но классик, думаю, тебе идет, супер, ну, на меня посмотрите еще в конце тренировок, посмотрите на меня в конце тренировок, конечно, я буду там, я буду на Олимпе, нет, и вообще сегодня в целом, мы сегодня посмотрим еще, да, я имею в виду, что вот Крис, он прям, для меня эталон, но он такой крупный, он крупный уже, большой для классик, но смотрится вот как надо, поэтому я говорю, его никто не сможет победить в следующие пять лет, пока он сам не уйдет или травмируется, даже Рамон рядом не стоит, Урс вообще не стоит рядом, да, даже, ну, его впихает в Германию, там, да, он самый знаменитый такой сейчас в Германии, но ему еще так далеко до Криса, так же Рамону, не то, не то, не то. В межсезонье он просто огромный, а она, когда на сцене, он уже по сравнению с Крисом, просто не приземляет. И вот что, что у меня, как так, иногда раздражает, никто не умеет позировать, кроме Бамса-то, и вот Урс еще, да, а вот Рамон, блин, ну, так стоит. Ну, а почему не поднять, например, да, вот, вот такое делает, а не это самое, ну, только такие моменты. Предплечи у него еще прям огромные. Конечно, конечно. Не, если бы он по-другому позировал, он намного лучше бы выглядел, так, эстетичнее. Он вот так сжимается, и все, прячется. А вот в нашем спорте нельзя прятаться, надо, поэтому позировки все должны. Объемные, да. Так, быстрые 10, и последние 5 с задержкой. Работает просто так, нормально, ну, без перерыва. Так, ага. Давай, 10 штук. Раз, два, три, четыре, пять, хорошо, шесть. Семь, восемь, девять, хорошо, десять, и задержка. Держи, 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 держи. Один, дальше. Держи, держи. Два, хорошо, и держи. Три, держи, держи. Четыре, и последний. Дольше, дольше, держи. Держи, хорошо. Достаточно. У меня аж мурашки по коже. Я просто ждал этого момента очень. С кумиром потренироваться. Как? Как самочувствие, хорошо? Да мне вообще прям пылет. Ходи, че можешь? Не, здорово. У меня прям есть амбиции. У меня, вот, как знаете, в Америке говорят, аут за тайгер, ну, взгляд тигра есть пока. Не, так и без этого никуда не попадешь. И ничего не добьешься. Это надо уже в голове иметь. И только вперед, только вперед. И опасайся вот этого всего, блин, ну, там, каких-то, которые там говорят, тебе это надо делать. Или и так тренироваться так. Ты тренируйся, как тебе удобно, как ты чувствуешь. Просто вот такие фишки, моменты, они важны, да, вот чуть поменять тренировку. Но ты сам знаешь, что тебе идет, да, вот какая у тебя система тренировки. Не делай этих ошибок. Это, как сказать, ты теряешь время, да. А потеря времени в нашем спорте, это, да, блин, нет. Ну, как быстро год пролетел, и все, у тебя там два сезона пролетело. И прогресса нет. Да, это, блин, а так обидно. Поэтому. Сейчас, какого-то? Пять с задержкой, десять. Раз. Отлично. Держи, держи, держи. Два. Держи. Три. Четыре. Один. Погнали. Десять. Раз. Давай. Два. Хорошо. Три. Четыре. Дальше. Пять. Дальше. Шесть. Коман, коман. Семь. Третье. Восемь. Девять. И... Да, младший. Давай это вытащим. Отлично. Даже он не знал, что делать. Да, это намного лучше. Потому что он, как сказать, воюет с собой тоже, да, чтобы это закончить, этот подход. Да, и мышцы уже, как сказать, ну как, все равно же должно, как сказать, mind muscle, да, как сказать, да, да. Поэтому, а вот если он не знает, да, вот, например, сколько или как, иногда тоже дает такой толчок. Да, 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 стресс он нужен, но не одинаково, не постоянно. Тот же самый. Сколько тебе накинуть? Двадцатку давайте. Давай. И так же, как можешь выше поднимать. Ага, раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Два штуки. Раз. И два. Комфортно? Нормально? Да. Хорошо. Два. Три. Четыре. Попробуем. 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 с моей помощью до конца, но это будет сложно, потому что все забито, и ты просто не сможешь, с моей помощью он включается все равно, и это будет то, что надо, 10 штук, будет уже потяжелее, много уже не надо, силу теряешь и смысла нет, поначалу да, можно повторение, а к концу уже, если забитый, то уже, сам же чувствуешь, уже 5 штук нормально, а потом уже как-то хлам. У вас как вообще топ-5 классик физики в тяжах? Как смотрите, кто как спрогрессировал, на что ставки делается, на каких, точнее, летов? Ну, в классике, я думаю, курс хорошо прогрессирует последний, он тоже молодой, 24 года, ну, как ты, да, но, скажем так, у него много сходит, большое количество веса сходит, да, вот, соревнования. Ну, я видел, со 125 килограмм он начинает сушиться. Да, цигель, и он весит, сколько? 98-99 так. Ну, сейчас побольше. Сейчас побольше будет, 120-103, по-моему, да. Кто еще там есть? В открытом вообще сложно, потому что никого такого нет. Самсунг, да, да, он когда вышел на сцену на 1, я сразу написал, все, и так, ну, глаз есть, он хорошо выглядел, но все равно у меня, что не нравится, он не такой жесткий, это потому что он, ну, инзулин, вот это все видно, видно, что он, ну, как, как загружен, но вот этого такого нету, да, вот, например, как нажимает, да, у него там полоса вот сюда идет, деление, и все, оно должно вот так просто, да, вот, он через чур, так заполнено, что уже не смотрится, так стоит хорошо, а когда вот напрягает, ничего не шумеется, ничего не случается, да, вот с мышцами, вот этого мне не хватает, а так, я думаю, он один из следующих. Дерек, наверное, обойдет? Дерек, по-моему, победит, потому что Хади, он, ну, нереально крут, но он мало делает для бодибильдинга, и это мы видели с Рами, да, два раз был чемпионом, но, я думаю, для Федерации это было мало, он просто никуда не ездит, нигде себе не показывает. То есть в этом плане-то очень важно Федерация? Очень важно, и это как, они на это смотрят, вот, скажем так, они уже допустили, что иностранцы начали побеждать, да, начали давать эти титула, да, титулы по-русски, все равно, но они наблюдают, вот, что они делают для этого спорта, и получается, и ты из-за границы, и не в Америке, ничего не получается, потому что они домой приезжают и отдыхают до следующего года, а как мистер Олимпия нельзя этого делать, ты должен быть везде, вот как Наталья в Women's Physique, она бразильянка, вот она реально презентирует, да, вот Мисс Олимпию, она везде, на каждом мероприятии, на каждом экспо, да, на выставках, вот это что они хотят, да, и вот, Хаде вообще не видно было, я даже не знаю, я не уверен, у него есть виза или нет на этот год, поэтому, думаю, Дерек все равно, ну как, у него тоже еще форма не очень, да, но у него это все смотрится хорошо, да, вот, ему не надо быть там изрезанным, пока, пока, но скоро будет время, когда надо это показывать, например, если он победит один раз, в следующий раз он должен уже в другое что-то выставить, да. Ник Уолкер, как думаете, покажете? Ник Уолкер, он динозавр, блин, честно говорю, я всегда комментирую, он вылитый динозавр, хорошо прогрессирует, нереально, растет, 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 но, как, вид, вид бодибилдинга, он расходится у каждого, да, это как, это круто, он здоровый, масс монстр, да, картинки нет, ну, нету такого вот, хочу таким быть, да, нету, а вот, вот это уже минус, а остальные, Дерек там, остальные, или как мы раньше были, просто охота была вот так, вот так выступает, так выглядит, сейчас нету этого. Я полностью вас поддерживаю, ну, как бы не полкер, а он мутант, такой, знаете, ну, фрик такой, нереально, да, вот кому-то нравится такой бодибилдинга, мне вот нравится все-таки, вот то, что вы показывали, Шон Роден показывал, да, это тоже мое, картинка, то есть эстетика, то есть максимально развита мышечная масса, при максимальной эстетике. Еще красиво, да, вот эта эстетика, это самое-самое главное, о том, что накачать мышцы могут многие, да, даже если у них генетики нету, но это же не значит, что ты бодибилдер, да, вот, который, ну, может как-то что-то где-то пробиться, да, поэтому... Да, у каждого свое видение, да, кажется, хорошо, и выше, два, вот так, ага, три, до конца, четыре, пять, шесть, семь, до конца, восемь, хорошо, девять, отлично, и, окей, хорошо, меняем, до конца, отлично, два, три, два, четыре, пять, шесть, хорошо, семь, о, намного лучше, восемь, хорошо, до конца, девять, и, ок, вот этот был правильный, красавый, блин, ах, давай двадцать пять, давай поставим, прекрасно, я стараюсь выстроить из себя такое окружение, сейчас, ну, как бы, работаю над личным брендом, команда есть целая, то есть я сейчас, ну, как бы, ушел от тренерства в зале, сейчас максимально поражен только вот, сейчас... Не работаешь же тренером, да? Нет. А спонсоров хватает, хорошо? Это главное, ну, у нас культуристов, это такое... Да, все в это упирается, по факту. Да, да, и строй команду, вокруг тебя, да, это важно, чтобы приятно было никаких там... Вот как раз у меня полностью даже, жена полностью поддерживает, ушла в тот же станет, она сейчас как помощница, там помогает все процессы организовывать, я сейчас, ну, я же сейчас профессиональный культурист, и моя задача прогрессировать, показывать себя. Твоя работа, это вот зал и прогресс, прогресс, выступление... Ну, у нас, если честно, в России, вот, так выстроить тяжело. Да? У нас... Мало того, что сейчас даже, к сожалению, то, что ты выступаешь на Олимпе, далеко не показатель. Хотя у нас, по факту, на пальцах одной руки, можно посчитать. Да, да. То есть, я вхожу в эту пятерку, грубо говоря, и... Ну, кто был? Ну, если все, так возьмем. Федоров, Шелестов, Шелестов, все. Гусев. Ну, Гусев, да, да, ну, он менс-физик, это... Не считается. Ну, не, считается, не-не, я его уважаю, так, ну... Да-не, я шучу. Бодибильник, это бодибильник, знаешь. А, не, ну, как, вот, 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 даже вот этот вопрос, вот эта тема по весу. А у них нет этого. Да. И они выглядят как бодибиллеры. Ну, да, они хотят, но все равно, они, как сказать, они же говорят, там есть такие, которые выглядят как бодибиллеры. Ну, их же не ставят первыми, да. Ну, там нет, как, ограничения. Вот в чем дело. В прошлой Олимпе выиграл такой высокий, в чем ухожать их. Я просто вообще... Не, у них, блин, да-да, вот, вот в чем дело. Сейчас уже, вряд ли это получится. Нет, сейчас уже поменяю, потому что... Так, я думаю, это уже чересчур. Раз, выше, два, хорошо, три, четыре, окей, пять, шесть, семь, восемь, девять, и хорошо. Дальше, три, четыре, пять, шесть, Дальше, семь, молодец, три штуки. Раз, два и... Супер! Попробуй этот, думаю, удобнее. Может выше, ниже. Ну, чтобы только вот это место работало. И выше, выше, до конца, до конца. Вот так, ага. Спину не надо прямо делать. Ее можно согнуть, потому что только вот этим тяни. Да-да-да, вот так. Отлично! Супер! Нормально? Хорошо. Вот здесь вот, как вы думаете, повлияет как-то вот национальность к русским в этом году или вообще в принципе? Не можете сказать, да? Да вроде бы всем насрать, скажем так. Ну, Хадижи выиграл. У тебя тоже иран из США. Они как-то вот это, я говорю, отключили, да, вот дают иностранцам. Раньше только американцы были. Поэтому, и не волнуйся об этом. Это уже... Главное сделать форму. Да-да-да. Я думаю, ты впечатлишь многих. Не понял, сейчас. Судьи. Судьи, они увидят тебя, они скажут, есть что-то. Да. Потому что многим все равно, откуда ты. Да, у меня просто такое было, что, ну, немец-немец, а потом узнаю, что я русский немец. И вот это пошло там, да, поэтому. И как раз вот у меня, ну, по всему миру у меня фанаты там, Германия и Россия. Вот как раз, ну, так повезло, скажем, да, что так получилось, что я вот с Советского Союза, да. Это круто. Да. Не, а, фу, вообще, супер. У нас три языка, получается. Да, у нас в России вообще сложно за кого-то зацепиться, да? Ну, то есть, если посчитать, кто на Олимпе был. А тут корни русские, Данис Уольф. Кто у нас, ну, по факту, показал себя? Только Оксана, и то она уже, ну, как бы. Ну, ну, да, Оксана, она чемпионка, но... Нет, имеется в виду, чтобы кто-то жил в России и остался, ну, то есть... А, нет, такого нет, да, да, к сожалению. Мне надо переехать, может, в Россию. Тогда будет. Супер. Мне кажется, вы тут вообще, вы говорили, ни в чем не нуждались. Так, мы будем что-то брать? Нет, нет, нет. Просто концентрируйся, как, зажим. И не спиной, только вот здесь. Раз, до конца, да. Два, супер. Три. Четыре. Отлично. Пять. Шесть. Семь. Пять штук. Раз. Два. Три. Четыре. Последний. На, отлично. Супер. Супер. У меня же Советского Союза. Русский немец, я же... Ну, в Советском Союзе родился, потом мы уехали... Русский откуда? В Сибирь. И в 92-м мы уехали в Германию. То есть здесь как прожили? Тринадцать лет. Тринадцать лет. Ну, разговаривал в основном до пятнадцати, да, только на русском, пока не научился немецком. Ну, какое у меня образование, вот поэтому у меня такой говор... Почти без акцента. Ну, да, ну, запутываюсь, ищу слова, потому что, ну, до какого класса, до шестого, по-моему, шестой закончил, и все. Да, вот. А потом уже Германия. По-другому все поменялось. Ну, эй, это круто все равно. Девочки, всюду. Все равно, потихо. знаете у меня как начался занятие бодибиллом я сижу в 11 классе заканчивал школу сижу за компьютером и смотрю олимпию прошу отца что подошел и говорю смотри фил хит к игре денис вольф смотри какие формы и я хочу вот однажды тоже там выступить не просто выступить чемпионом а сейчас получается сколько 78 лет прошло а я с вами все возможно просто хотеть и стремиться к этому как создать просто хотите все ничего не получится но надо к этому двигаться ну нужна цель без цель стали ничего не получится а по приставе повышенное высоко сильно думаю одну ниже но после такой тренировки сейчас присед пойдет а мы другое будем делать называется surprise как разогрейся фронтальный или не нормальный обычный я пока сами тренировался у меня щеки впали значит колораж он оптимален почти 5000 почти я на нем сохну красава ну ты думаю тоже для этого родился и 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 к и соучилет что по-другому быть не может отлично так должно Я сюда ведь не жаловаться приехал. Ну да. Многие есть. Люди все разные. Ну да, я понимаю. Так, по блину еще нормальный, а потом будет исхождение отсюда. Раз, перерыв. Два, перерыв. Так, да? Два, перерыв. Два, перерыв. Два, перерыв. Как, все, кто-то. Это Биг Бэн Вулф в России. Проснодар. И я здесь тренирую русскую классическую физику. Он квалифицирован для Олимпиады, и он придет для вас Снимай, и отсюда просто раз и вниз, просто вверху не задерживайся Первые будут такие неудобные, но все сделайте Отлично И первый, раз вниз, нет, не задерживайся Не задерживайся Отсюда вверх-вниз, раз, нет, вот так тебе скажу Да, сидишь, перерыв, перерыв Не задерживайся внизу, и вниз опускайся сразу Внизу пауза, внизу перерыв, вот так, пауза И вниз падай, вот перерыв И вверх, вниз, пауза Не останавливайся наверху Вот И вниз, вот так Пять штук Раз Правильно пять Два Вот так Три Не останавливайся И вниз И Последний Хорошо Как я сказал, первые будут такие неудобные Ну да Потому что голова хочет и как, еще не включайся Просто отсюда вот, думаю, поднялся и все Не забывай Все понял Снизу Верхниз Получал не превышенавлют Получал не превышенавлют Я это сказал, будет Первый такой Второй уже будет легче Третий уже будет на сто процентов Повторений? 10-12 Ну 10 надо, потому что они по-другому заходят, да Вот Просто тебя заливает кровью Пока сидишь Отдыхаешь Ну раз И опять заливаешь Раз И опять заливаешь Поэтому Надо смотреть как Как идет Фух И раз Вниз И отдых Продышись И раз Дольше пауза Раз Дольше жди Дольше Вот так И вверх Вниз Не останавливайся вверху Сразу падай Раз Отлично Пауза И дальше Вниз Пауза 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 И вверх И вниз сразу Хорошо Вот этот был отлично И Вниз Хорошо Ну давай Опять остановился вверху Вверх и сразу вниз Отдых Вверх И вниз Вверх И вниз И вниз Отдых Последний И Вверх И вниз Она вниз И теперь Вынимай О! Уже лучше был Подливай чуть-чуть крови, да? За сколько еще? 14 Ой 12 12 Ноябрь, да? Но это тоже Быстро Быстро Да Неделя Что это такое? Раз, раз, раз и все Пролетело Иногда уже Там не знаю 6 Пять недель до турнира И думаешь Блин не успею Есть тоже такое Ну идет Прогресс идет А думаешь Всегда Аааа Я Не догоняю Не догоняю будет если ты уверен что все отлично это иногда уже чересчур значит что-то не то ты сам себя всегда считаешь как-то не не дожатым не дать не доведенную на подготовку по времени я поджимаю чуть-чуть это хорошо мало в среднем берут 15-20 недель до подготовки в основном да но я делал за 10 до 8 это все индивидуально все не короче как чаще будешь выступать всего будет короче короче раньше мне требовалось 15 недель сейчас меня уже там 12 сейчас понимание 10 до надо пару лет но еще молодой у тебя метаболизм быстро да если он еще ускориться ну до 30 вообще не проблема за 8 недель будешь готовиться без проблем в основном я как последние четыре недели я был форме просто держал а начинал за 10 недель ну получается 6 недель я уже приходил форму а в смысле такой вопрос когда вы уже в кондициях просто держите форму вы стараетесь как ее поддерживать то есть хорошими силовыми плюс большое большая калорийность ну чтобы вот саму так процент жира меньше мышечную массу тяжелее удерживать конечно да надо вот это вот важная тема если уже стараешься держать форму то надо все равно смотреть там вот два-три дня подбавить углеводы потом опять снизить подбавить если видишь уже сильно выжатый значит подбавь на вот это вот тебя просто как тоже ускоряет метаболизм но этот тебя держит и смотреть на жир на если у тебя уже как вообще мало вот может быть углеводы даже ухудшит эту ситуацию да надо жиром это все делать чтобы они как медленнее это все метаболизм не так ускорить чтобы сожгло тебя это вот бывает иногда да не разгружается потом загружается и их не чувствуешь вот это вот тоже такое случается что углеводы просто залетает и вылетает и как тебя даже не наполнит вот это вот концу опасненько уже становится а в америке часто что практикует рифиды или читмил на вот на загрузку я я я делал и пари фида с читмилами да ну как я чисто а потом например да вот 100 грамм углеводов у меня с риса было а еще 50 например с кусочка там торта или там еще какие-то да вот такое потому что главное углеводы уже зашли а вот это вот сахар сверху он еще он не так на него не такая реакция от тела как если только сахаром по например на также смотря по форме я и за неделю до олимпии например суши ел надо было потому что я чувствовал я просто сгораю гора меня тоже часто наблюдаю что именно суши хорошо наполняется ну там еще добавишь на том что есть она хорошо надувается а вот а вот например вы в течение там диеты определенные продукты едите то есть они у вас хорошо усваиваться не сдать и там же кт хорошо работают и вы на загрузку эти же продукты то есть не экспериментируете нет это потому что тело она привыкла и она воспринимает все как как всегда а то что он она уже три месяца не видела не за приносит проблемы дает надует там или вообще не зайдет и живот будет болей ну или вообще не применен как никак не отразится да 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 вот поэтому вот это ошибка который часто делают все а я там запланировал вот перед этим я то это а потом выходит то что блин лучше бы не делал этого ну вот я например с утра кушаю овсянку с утра вот я прям чувствую на поел это через 30-40 минут вены мышцы наполнены и вот я эти же продукты используя на на загрузке раунд вот у меня хорошо наполняет уже право мне это правильный подход потому что то что тело уже знает она также усваивается на остальное да вот например говорят не ели там картошку всю подготовка потом картошкой загружается там крахмала столько это просто болен такая фигня происходит как в кишечнике что лучше не надо а вы смотрите я еще что для себя выяснил например у рыбы тяжелые приемы пищи там говядину я ждал допустим но вот когда у меня то есть сложные углеводы то есть полноценный прием пищи плюс говядина я прям замечаю что вот говядина тоже на меня хорошо влияет в плане наполненность то есть все говорят что только углеводы в этом роли большие мнения вот именно полноценный пищи когда я разъем я даже без углеводов могу сесть да и у меня прям реакция такая то есть меня хорошо надувает я чувствую памп даже без тренировок знаю и еще почему ты-то вот до говядина там же жир а у тебя вот например между мышцами да и вы что вот эти ухте жирные как их названут всех жиреешь там вот этот как как мрамор да вот это это все есть да и они пустые вот эти клетки да вот этот жирный ну там нету жира а вот чуть жира покушаешь и они наполняются и тебя раздувает получается мышцы крупнее смотрятся больше да это же хороший факт она попробовать если там без углевода сидишь вот этом по и поэтому так действует да что он так разбирает когда быстрых углеводов выбираю наем только сложно бывает я вечером просто хочу стейк сесть в течение дня все углеводы сел вечером ям стейк с овощами я прямо знаете я чувствую как будто только потренировал да 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 вот такой вот это хорошо хорошо то есть вообще прям прислушиваюсь своим организмом к нам стараюсь максимально прочувствовать каждый продукт который правильный подход так предпоследний мари не тормози веру сначала сядь продышись и раз и вниз продышись раз и вниз отлично пауза и отлично вот так дальше и вниз хорошо орошки отдых отлично и опять вверх и вниз отдых отдых и отдых отлично 2 вверх и еще последний и опять спустишься окей и вытаскиваем вот это был настоящий подход красава все чувствуешь уже по-другому сразу забивает просто как Реально лицо впало. Это у нас крани, да? Потом на позинг самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова